Это была историческая игра в первой Лиге за 19 лет. Поэтому ребята и настраивались. Мы знали, что достаточно крепкая команда, которая ставит перед собой амбизационные планы, пример лига. Поэтому мы настраивались на них. Мы просматривали, знали их в сильные стороны. Ну а так, в целом, первый тайм достаточно неплохо провели. Могли, конечно, уходить на перерыв со счетом 2-0. Но не получилось. Веросемест он немножко не справился. Ситуацию не забил. Ну а второй тайм уже начали с качели. Немножко мы уступили в середине. Поэтому не так, как хотели, сыграли во втором тайме. Хотя на контратаках могли, конечно же, если бы хорошо распорядились мячом, могли, конечно, и выиграть эту игру. Но хочу должное отдать Зирке. Достаточно такая крепкая команда. На ваш взгляд, замена его втором тайме усилили? Игру команды вашей? Ну, я думаю, что да. Конечно, потому что некоторые игроки подсели, поэтому нам нужно было освежить. Я думаю. Ну, что касается второго тайма, мы больше играли на контратаках. Это была такая одна из задач. Футболисты видели, что более мощная, опытная команда противостоит. Да нет, не было такой задачи. Ну, просто некоторые игроки, ну, тот же Лугачев, вылетел из вот этого графика, пока мы его там заявляли, две игры пропустил, поэтому он функционально немножко не готов. Поэтому вот эта середина у нас хромала. Плюс Корольков немного подсел. Ну, это вот так получилось, что мы так сели. Следующая игра у вас уже в пятницу. В Киеве. Хватит ли времени для того, чтобы полноценно восстановиться? Ну, для нас это не во второй лиге. Мы целый май играли в таком режиме, поэтому я думаю, что это не есть проблема.